Виталий, друзья! Сыбулька. Буду сейчас выкопать. Будем выкопать сыбульку. Греметь, может пройду дощик, но пока не прошел, надо ее выкопать. Не спешили мы с выкопкой, по той причине, что грунт был сухой и сенсу как такого не было копать. Вот эти колечки, которые есть, они сухие. Ну, как сухие, не влогие, скажем так, и отмирают. Это говорит о том, что сыбулька заходит в состояние спокойно и, соответственно, на пню уже дозревает. Если бы у нас заливали дощи, конечно, мы бы ее копали, я так гадаю, ранее набагато. Почему? Потому что есть имовидность того, что будет второй рост коренья и, соответственно, оно снова начнет набирать масло. Это говорит о том, что, скажем так, термин зберегания будет меньше и, возможно, будет гнеть. А так, если она, как вы видите, на пеньку высохла, то мусить зберегаться нормально. Ну, вот смотрите. Далее. А это вот цибулинка, которая с дудкой, как мы называем, то есть насеневая стрелка была. Если я ее вот так вот выдержал, то она у меня входит с боку. И у многих вот это есть. То есть мы попередно выбрали цибульку. У нас вышло, что половина с дудками, половина нормальная. Вот такие цибулинки хоть на продаж выставляй. Так? А это нормальная цибулинка. Одна и единственная, что на прилагок ее не покладешь, потому что форма зипсована. Ну и, конечно, эту часть, если человек, который купит, будет скаржиться, что это не плохой продукт. И, соответственно, для того, чтобы этого не было, нужно вот такая же ситуация. То есть для домашних потреб вот эта цибулинка, как наиболее, форма в ней, конечно, не такая, которая должна быть. А вот эти дудки, они досыхают, отламываются. Это иногда бывает, что в середину туда заходят, но это гидший вариант. Почему? Потому что она начинает гнить и за собой потянет нормальную цибулинку, нормальную головку. Так? А это мы можем считать, что цибулинка, как для домашнего вжитка, нормальная. Что могу сказать? И та цибуля, которая была посажена первым на зиму, она тоже пошла в эти дудки, в эти ципки. Так? Так. Ну, это, начебто, я только не помню, что у меня тут несколько рядов осталось из моих посевов. Чи те, что были досеяни далеко. Ну, вот эта нормальная цибулинка, как вы видите, насохла на пеньку. Такой спекотный год, как это сейчас. Я вышел пять минут, но я уже весь мокрый. И, как вы видите, я так по видео-дивлюсь, практически у каждого кріп росте по цибулі. Почему он росте? Он росте по рядкам, потому что его оставили на стилке далее и, соответственно, не выбрали. Так он и остался. Ну, если говорить о том, что я сейчас выриваю, то это идеально. Цибуля. Ага, правильно. Это, знаете, вот эта дудка, если вы видите, как она у нас сбоку. Для домашних потреб цибуля нормальная. Для продажи, конечно, она не годится. Так, и давайте. А это у нас, ага, это у нас редбарон. Это тот, который я досилал уже первые рядки. Пошли в то, что я досилал позже. Значит, нормально выросли. Эти две пешли в цибкие дудки на сеневые. Ну, я так думаю, что это и это не годно. Эти две нормальные. Это я все-таки тоже заберу. Это у меня заканчивается то, что мое было. Это штутгарт и стригуневский, носевский. Два сорта, которые, в принципе, в нас влаштовывали, давали непоганий врожай. Но, ну, двадцать лет назад этих дудок не было. Цибулька эта зберегалась в помещении целую зиму. И на весну высадивалась. И было все нормально. В данном случае, вот вы видите, то же самое. Но можно отрывать сразу. Дать им, возможно, здесь полежать. А это все перетворится в вот такую сухую чешую. И будет нормальная цибулина. Далее, это серед барон. Как вы видите, в этом году тоже непоганий врожден. Но где и как. Вот. А это плоский. Не знаю, что это штутгарт или стригуневский. Вот он вот такой. Ага, это она непогана. Вот, до речи, так же самая дудка. Я до чего веду, что нет смысла бояться, если идут вот эти дудки. Найкращий вариант, звичайно, когда она начинает идти, ее выкарчевать. Вот она, дивится. Ее выкарчевать прямо при начале росту. Тогда она на себе не тянутиме массу. Эта дудка будет набагато больше. Хотя, если взять, вот эта была с насеневой стрелкой. И эта у нас была с насеневой стрелкой. Но, как вы видите, разница в массе есть присутствия. Ну и, звичайно, великий, маленький тоже. И, даже не помню, який сорт на мешку, там где я купил, это тот сорт, я и горвать туда заносить не буду. Тот сорт, який вважается голландским. Вот это у нас идет ренбарон. Так, який не должен был пойти в стрелки. Вроде, как вы видите, тоже непогано. А вот это у нас стрелка. И, когда я высадил, то, в принципе, с дружинами зляпались, потому что пошло вам все вот такие дудки. Ну, на сегодняшний день, ну, есть. Вот, чтобы выломать было вчасно, а эта частинка, она бы дала массу цибулины. А так, как она залишилась, по наивности нашей, взорвали вершинку, а нужно было выломать вот там. И тогда, вот это стебло, которое пошло, дало бы цибулину, и было бы нормально. Ну, в данном случае, я так гадаю, тут або что-то маленькое, або взагалі немало ніякого. Так, это я залишаю тут. Это у нас голландский сорт якийсь. Можливо, згадаю, десь у меня в записах мусить будь. А, возможно, мы его нанесем на наступный рейк, посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну, а сейчас, пока дощик находится, поспешу я выберу его. и все. Будем так, чтобы ничего не прогавить, а если сюда зайдет фреза, надо все перемолоть. Я, звичайно, здоровый, не считаю за цибулину. Почему? Потому что за один раз ее не злисти, а хаба, что за смажку, подсмажку, за жарку. А так, это мои такие цибулины. Я их парочку за раз злил, и нормально. Так, где у нас тут еще есть? Звичайно попадаются и нормальные, ну и такие, как вот это. Здесь она была пошкоджена. Видно, такая она и выросла. Ух! Ух! Один рік редбарон из насинья вырущивали. Виключно было идеально, этих насиневых стрелок не было совсем. И насиньки выросли здоровье, но там мороки много, потому что нужно, чтобы было много вологи, ну и плюс бурьяни же в вологи лезут. Субтитры делал DimaTorzok И оставлю пока что, возможно, если дождь не зайдет. Субтитры делал DimaTorzok 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 Большая затримка была с тем, что я тачку немного переобладнал. Ну как, колесо поставил. Колесо, до речи, репить. Я не знаю, кто его там припасовывал, как его припасовывали. Можливо, качественная гума Каучук. Но если бы оно было обтиснуто металловой частью, сама гумовая часть колеса, то, я думаю, что репите бы оно не репило. Ладно, на все добре, будьте здоровы. Все будет. А, до речи, я же принес сейчас. Живо уже працюет. Показывает 49 градусов. Не знаю, видно, не видно. Мусить что-то будет видно. 49 градусов, а это на земле. Відповедно, картопелька, которая там лежит, вся внизу згорая. А это такая у нас температура. Тем, как молдовый пылесок. Да. Что-то? Ох, то это все. Продолжение следует...